Привет, друзья! Мы продолжаем проходить растения против зомби 2, международная версия. И сегодня мы попробуем дойти до зомбосса, но зомбосса самого мы, наверное, будем отдельно проходить. Итак, у нас впереди 23 и 24 дни. Давайте смотреть, что там. 23 день, поехали. Вот этот уровень может быть сложным на компьютере, если делать, а если и на планшете, то, в общем-то, он несложный, потому что здесь надо быстро разворачивать вот эти вот таблички, и в этом основная сложность. Ну, естественно, запоминать их не представляется возможным. Здесь добавили еще один символ, вот этот вот клевер чертов. К тому же, видите, что они не всегда убираются, не всегда есть нужные комбинации, сами зомби успевают пройти. Ну, вот опять здесь нету, видите, это бишь они тупо идут, а убрать невозможно. Надо ждать, когда появятся другие зомби, а вот эти будут как раз идти. А вот это, конечно, бред. То есть надо ждать следующую порцию зомби. А эти как раз успеют подойти к тому времени. Вот зря я вот так вот, конечно. Ну, ладно. Здесь сделано по обману, чтобы вот мы запутались. Короче, надо быстро отрыскивать клевер и все прочее, вот таким образом. Дай где-то 10 на пол. Так что ж ты развернулась. Клевер оказался с другой стороны. Короче, тут как бы вы ни пытались, все равно они довольно далеко будут проходить. Без вариантов так задумывалось. Потому что сами зомби появляются близко к выходу. Вот котл. Назвagt. Нет. Может быть. где там а ну вот я еще это не было лишь опять зомби опять подошли краю и нужный нам элемент естественно появится позже в этом задумка проигрыш так сказать уровне здесь какой-то элемент постоянно вот его будет не хватать и он появится только тогда когда зомби подойдут достаточно близко вот сюда вот бишь вам надо будет уже не угадывать где там элемента вы видели а быстро-быстро все перебирать и это сбит собьет вас панталык сто процентов такой достаточно сложный уровень но с обманом к сожалению ладно давайте забирать подарочек так шапочка да ну ладно следующий уровень так ну-ка чувак с факелом фараончик в общем почти все кроме солнечного ворота который солнышки ворует и а нету грогатюа понятно и у строителя могил нету все остальные в общем то есть все стандартник друзья морозная капуста всегда когда вот эти вот с факелами идут желательно чтобы она была и вот это вот возьмем с этим так давайте вот как мы сделаем так хватит нам там нет я так и думал короче здесь по минимуму придется все это делать все все то на чё нам хватает у нас еще три плента есть поэтому нормально если чё применим заморозочку и все будет отлично у нас ну и периодически картошечку будем подбрасывать может быть тут можно даже ускорить успеет она прорасти нет до их прихода мне уже сожгут подборечка сожгу да ну игра знала что не дойдут я помню этот момент когда с факелами доходят ну тратить здесь так уж сразу а морозную капусту мы пожалуй не будем подождем есть смысл подождать чувачок нам тут хотел все испортить их в принципе можно было бы тоже убирать подсаживая сзади бомбчой но нам слишком мало солнышек если бы было бы солнышек побольше то это можно было бы сделать картошечку тоже вот можно подсаживать там где толстые вот эти вот такие пара он да также можно их подмораживать периодически это опасно потому что морозная капуста может нам понадобится так рванул рванул по 10 могут проесть довольно быстро надо последить за этим заменить в общем надо и вот они наши герои туда который явно потребует морозочки полный хотя мы может быть их так завалим мы бы их так завалить друзья но чем не остаются пленты чай у нас так что этих мы точно победим потому что у меня пленты есть и вам что с ними разберется точнее единственный кто мне здесь напрягал это вот эти с факелами все пожаловали да затащили принципе уровень был не сложный так чё там добавили чё-то дам новый уровень это уровень у нас двойной подсолнух друзья очень нужное растение пакетик семенами забираем бесконечная просто реклама я буду вырезать ее друзья конечно по возможности бесплатных тут в кавычках гемов мне больше не дают я так периодически смотрю рекламку но тут это тоже ограничено очень сильно и их немного давайте посмотрим что там у нас какие квесты в пне выполняются не выполняются в зен сад заглянем тоже чем сюда заглянем у меня тут одни бусты больше ничего нет покупать всякие места и конечно же не буду опции здесь никаких по сути то вроде бы нету так ну ничего здесь не могу сыграть похоже я могу можно попробовать что-то выбрать если вообще это будет доступно вот например первое о это frostbite caves друзья открылся я же вроде бы его не открывал интересно давайте че начнем посмотрим че тут первый день стоит ли вообще его начинать да наверное стоит раз тут надо как-то грейдить эти растения да давайте их первый день посмотрим что ли да тут такая фишка что замораживают растения и в случае если они заморожены то есть зомби проходят мимо в этом есть основная сложность то бишь мы будем бороться здесь с морозом а сами зомби в общем то тоже достаточно толстые ну в кавычках конечно то бишь нам предстоит здесь размораживать растения и в этом случае мы победим то бишь здесь очень большой упор именно на скорость и зомби которые идут их не получится заморозить потому что они вот как бы в одежках и они заморозятся как-то конечно но они все равно будут идти то бишь морозная капуста здесь весьма сомнительно в использовании ну все остальное работает относительно неплохо ну стандартная наша стратегия возьмем на всякий случай хотя здесь больше капуста вот такая нужна будет я думаю давайте посмотрим на первый уровень хотелось по порядку все это проходить ну раз уж фростбейт гейвс открылся да сам ничего давайте чорли его и хотя бы первый день все это дело заценим здесь нужны специальные растения друзья которые будут отогревать наше растение также хотелось бы сказать что дракончики вот вот их тоже они замерзают во фростбейт кейвс так зря я сюда высадил я уже поторопился конечно потому что здесь вообще по этой линии ходить не будут поэтому нет смысла выкапываем это как знакомство тут конечно шипы надо было взять друзья здесь нужны были шипы но мы и без шипов в принципе обойдемся вполне как только орех и если вот льдину с него собьют он будет блочить запарей и 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 выглядят можно было сюда подсаживать но если вот зомби пойдут они съедят мы можем видеть что сбили один из вот этих орехов да и теперь они работают так вот к нам там идет чувачечек ну ладно мы потом сучем когда они слишком близко подходят нет никакого смысла высаживать картошечку а будет смысл только когда они уже непосредственно подойдут а и 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 вот мы картошечку сразу открываем Это горячий картофель, который будет размораживать наше растение Незаменимое здесь растение, без него многие уровни, я бы сказал, не проходятся вообще Обязательно растение, именно для Frostbite Caves Ну, углубляться, наверное, не будем, все-таки это отдельный мир Так, нас тут учат чему-то, что ли, опять А, ну это вазобой, друзья Вазобой мне не хочется пока что играть Так, ну второй уровень мы тут тоже опустим Давайте посмотрим, что там изменилось Так, 35 с 50, что это такое? Понятно Вот что это такое? Непонятно, друзья Вот здесь вот, например, никак не продвинулось Что-то внутри Зато вот это вот нехило так продвигается, да? Давайте, может быть, еще один уровень тогда сыграем во Frostbite Caves Может быть, что-то сможем закрыть Ладно, давайте, второй день Вот этих вот ледяных пещер сыграем У нас тут замороженные пешутеры и стеночки Также можем видеть, что по вот этим направляющим зомби не пойдут Вот здесь вообще можно ничего не высаживать Наша задача разморозить вот эти вот Ну, пешутеры по возможности и вот эти вот орехи Ну, а также подобрать наиболее выгодную стратегию для убийства вот этих вот ребят Вот здесь очень неплохо рулят шипы, которые мы еще не открыли Они будут открыты только лишь в пиратских морях, конечно же Поэтому будем действовать тем, что у нас есть Исходя из того, что есть, да? Ну, вот как-то так, пожалуй Давайте еще раз глянем И нам нужна будет, конечно же, картошечка Где она тут у нас? А, ну она уже по умолчанию взята, золочина Окей Лучше всего пешутера сначала Освобождать, так сказать И как раз эти пешутеры разморозят Отобьют лед, да, скажем так Ну и заодно избавят от зомби Ну, бишь, нам надо укреплять Вверх, средний ряд и низ И вот надпадул ветерок И скоро чувачки-то попрут Причем так довольно сильно А вот уже замерз у нас и шутер И не только он Субтитры сделал DimaTorzok То бишь, казалось бы, да, все так прекрасно А потом раз и А, так и дела Опять замерзло растение Да, тут идеально было бы Лучше и разместить возле вот этих вот Ну, несложный уровень Но, опять же, не стоит углубляться Потому что здесь нужны еще Другие растения Будут нужны друзья И квест Да, мы завершили какой-то квест Вот, он нам показан Да, и что это будет? А, ну это улучшение для картошечки Какое-то, да, или что-то типа того Какой-то бонус Ну, это не хорошее растение Друзья Обычно я такими не пользовался В прошлом своем прохождении Это довольно сильное растение Но посмотрим, как оно будет здесь К тому же оно похоже платное А, можно было бы еще Поиграть вот в эти вот Задания, да, повыполнять Но, если это в других мирах То надо последовательно все делать Пока что оставим этот момент В общем, пока что мы покидаем Frostbite Case Вот, видимо, забрали ключик один Хотя я не открывал этот мир Он открылся автоматически Но оно не столь важно, наверное Потому что стратегия изменилась Разработчиков Теперь вот они вот так вот сделали Что мы можем у любой из миров Начать играть, да Вот, с теми растениями, которые есть Но лучше все-таки Последовательно все это делать Потому что базовые растения Именно получаются Вот в первых двух-трех мирах Именно нужные для прохождения Остальных миров Поэтому торопиться, пожалуй, мы не будем, друзья В следующий раз как раз-таки займемся Замбосом Ну а пока что Пока что я благодарю вас за просмотр Всем удачи и пока Увидимся Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Субтитры Алексею Дубровскому!